Саламу алейкум, да старт, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегиряут, сегодня у меня в гостях на канале Каштанов, всем салам, ребята! Да, продолжаем смотреть вместе сериалы, только на этой неделе. На канале... Сегодня? Да, сегодня выходит на канале Чегиряута, и это реакция на Саке, второй сезон, девятая серия, да, девятая серия уже. Погнали, потом в конце болтаем. Да, в конце поговорим, ребят. Если тебе комфортно, можешь нажимать паузу. Нет, в этот раз смотрим по... Нет, ну если хочешь, я так никогда не делал, просто мы о мир уже так смотрели, 5.32 смотрели, можем в Саке сползать, пацаны, если хочешь. Ну, ребята, постараюсь много не паузить, на каких-то таких прям супер моментах, которые прям цепанули. Все, договорюсь. Ты же гость. Ну да. И я сегодня гость у тебя. Взаимные гости. Ребята, напишите в комментариях, кто не ожидал. Я думаю, практически все, да? Да, прикинь, найдется такое. Ай, хер. Да я догадывался, да, такой. Ну-ну. Да-да-да. Вы предсказуемые. Я живу и работаю, как я хочу. Видишь, она тут уже... Пусть помогает нам думать. Ребята, это был не я. Что случилось? Я просто сижу и думаю, вот что ты думаешь насчет переодевания этого? Ну, трансформации, то есть обратно. То есть то, что он маску снял, в итоге такой же остался. Саяц Аматович сам. Да. Я, если честно, все-таки где-то в глубине души надеялся, что все-таки он поменялся. И, судя по трейлеру, нам всем дали понять, что Азамат изменился. Я думал, нифига себе. Я трейлер, кстати, не смотрел. Специально не смотрел. Блин, вот это вообще, это очень круто было. Но, с другой стороны, видишь, как сейчас происходит? Нам дали по трейлеру понять, что Азамат изменился. Там реально было так все как бы скомпоновано, что это он, блин, коррупционер. А сейчас-то все наоборот. И ты по ходу просмотра, вот уже девятая серия, я так понимаю, где-то с седьмой, с восьмой серии, Саяц Аматович начал уже так прямо капитально, как говорится, снимать с себя маску. Нет. Ну, может быть, еще и раньше начал. Да, вот он в этой, в бане сидели. И я там просто, че? Ну да, в бане, да, момент. И вот как раз-таки после этого момента, ты такой думаешь, блин, стоп, мы же по трейлеру смотрели, что Азамат будет, ну, плохишом, да, в кавычках. А тут, оказывается, все возвращается на груди своя. Я думаю, в этом и была задумка этого трейлера. Не зря они его просто так, ну, как бы так сняли. Ну, а вообще, блин, ну, как говорится, Горбатого могилы исправить, я думаю, по этому вопросу. Я просто думал еще то, что, ну, вот Саяц Аматович вообще скользкий, типа. Ну, просто, безусловно. Он по-любому еще выйдет чистый из воды. Безусловно. Он как-нибудь, да, мне кажется, что-нибудь провернет. И в итоге на деле окажется то, что он все-таки за хорошие дела был. Мне кажется, он как-то, ну, этого Ильяса вообще сплавит. Сигнает, посмотрим. Посмотрим, да. Так, это кто? Доброе утро. Новые вкусы у нас какие-то. Завтрак. А, это Гуля взят? Вчера ты забыл, ухаживался. Ничего себе. Да, это что-то новенькое. Ваш чай, Алихан Сабитович. Алихан Сабитович. Что так, официально? Угу. Ну, у меня работа такая. В туалетах совещание проводили, да? И не только. Выспалась? Ну, не прямо. Ну, не просто так назнакомиться. Ну, прости. Это все из-за меня. Ладно, не буду тебя расстраивать. Просто промолчу. Блин, сегодня столько дел. Что за дела? Ксерокопируйте, ксерокопии. Ну, в делах, по работе. Чай заваривать, пофе. Ну, это понятно, что по работе. Мне просто всегда было интересно, чем ты занимаешься, как у тебя день проходит. Ты там просто от чая на мно заносишь? Нет. Я, между прочим, важными делами занимаюсь. Да, да. Во-первых, я связываюсь со всякими управлениями. Записываю на прием к Саицу Матовичу. Встречаю гостей. На звонки отвечаю. Ну, что? Кто у вас на мною к ним приходит? Ну, разные приходят. Многодетные мамы, там, хвостык какой-нибудь. Всех подряд принимают? Нет. Он иногда меня просит сказать, что типа его нету. А на самом деле он в кабинете сидит. Ну, после, что он информацию из нее сбыл, как будто... Я пошла собираться. Он же недавно относительно появился у нее. Как вариант. Ну, они, в принципе, все такие. Как вариант. И она-то болтушка. Ну, может, видела? Они же просто должность мне не называют. Чисто по именам. Ты имеешь в виду спецслужбы? Да. Ну, понятно. По-любому какие-то свои мутки мутят. Нет, у нас нет левых движений. Движ уже. Ну, раньше было прослушки всякие. Мы там в туалете общались. Но сейчас Саид Саматович вообще... В туалете общались. В смысле в туалете? Ну, я не знаю, Саид Саматович говорит, я исполняю. И вообще Саид Саматович сейчас очень хороший стал. Очень порядочный. Да, Жанна, он просто тебе не доверяет и все. Да, конечно. Он мне, между прочим, больше всех доверяет. И вообще хватит болтать, я на работу опаздываю. Ты что, еще не собрался? Я же говорю, что опаздываю. Блин. Слушай, я тут подумал, может, ты... Что? Опоздаешь, да? А что, ты опоздаешь сегодня? Блин, читаем усерябку, конечно, в каких-то местах. Ладно, не обижайся. Мне просто шеф под колом мучит. Твой шеф на тебя плохо влияет. Все, 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 все. Ну-ка, пошли собираться. Блин, ну странно, да? Астрису второго плана, даже третьего, можно сказать, сколько ее внимания уделяет экрану. Ну, вот я и сказала. Ну, то, что вот это вот... Тут же не ей, да? А именно вот эта вот, как бы, ее связь вот с этим своим парнем, который, возможно, какой-то там кэнбэшный, да, допустим. А еще мне кажется, после первого сезона просто в комментариях попросили, но... Больше экрана времени есть, возможно. Да, да, да. И типа она такая... Азамон Тимланович, шеф развал? Что там по той школе? Помнишь, я тебе говорил, проверь? А, 136-я? Угу. Там на директора школы жалобы поступили? В министерство запрос отправили? Нет. Запрос выриндегаем, но, всякие говорят, пока не торопитесь. В смысле не торопитесь? Так не торопиться. Почему, шеф? Вы знаете, сколько на ней нарушений? Сколько жалоб? Ну, ничего страшного, че. С кем не бывает? Тем более, скоро и на пенсию выходить. Ну, и что, что 45 лет? Почти пенсионерка. Я, слушай, у нее еще сын депутат. Ой, я знаю, ты сейчас что скажешь. Мне без разницы. Я понимаю тебя, ты принципиальный человек. Ну, нельзя так. Он депутат масляха-то. Завтра, когда бюджет защищать будем, они объединятся, знаешь, что будут? Капец нам будет. Давай вот эти политические моменты. Мне кажется, Славдамат уже все понял. Да, конечно. Просто есть такое ощущение, что кто-то за него вас попросил. Слушай, ты давай на себя много отдела не тяни, хорошо? Работай давай. Ладно, Шеф, понял. Он просто, блин, еще так нормально с ним общался. Ну, вот. С конца первого сезона. Да. С начала второго. И сейчас еще. Сука, такой упертый, а. Упертый, а, миша, как красота. Уфильцы одно и то же. Жук. Ну, это кадр, конечно, да. Слушай, сейчас скажу, диреклиста придет, кое-что передаст. Только в коридоре. Аккуратно. Понял? Все. Откатывай. Да ладно, шеф, а это вернется. Заткнись. Понял же главное. Все тогда. Все. Иди. Азамат, в этой роли классный. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Не думала, что мы с вами здесь пересечемся. Кстати, я тоже. Я так понял, вы не ко мне? Да нет, я здесь по телу. Понятно. А, кстати, как ваш сын? Сын? Да, я прям наслышан о нем. Депутаты. Ну, я не знаю, о ком вы наслышаны. Вообще-то у меня три дочери. Вы меня с кем-то спутали. Да, наверное, с кем-то спутал. А вот интересно, если бы у меня был сын, вы бы его выгнали из школы? А у меня нет такой привычки. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, сынцы. Ну, типа, Сая Саматыч явно, да, на лжи попался только что? Да, да и вот, пожалуйста, шлифт. Ну, ё-моё, ё-моё. Понятно. Не, ну, он же догадывался на ему. Наконец-то. Да, давно его не было. Вообще мой любимый персонаж. Удар-то уже не тот, блядь, слабейся. Давай, матрос. Блин, я так и понял. Я так и понял, что это он. Думаю, я тебя не найду, да? Хатал, проси меня. Прости, сука. Ты бы сам просил бы человека, который тебе в голову стрелял, а? Хатал. Не, ну, реально оттуда вышел. Бля, какой ты гонченный, блядь, Тимонка. Ты даже с двух метров не смог убить человека. Ангелом. Я чуть не разревелся. Хатал тебе дела доверил. Прости, вот такие слова, давай говорите после всего этого. Давай, вези сюда. Все, убивать его надо. А так и будет. Ну, что ему сейчас ноги, да, забетонируют? Или что это? Ой-ой-ой. Так. Пытки будут. Хатал. Хатал, прости меня. Хатал, я все сделаю для вас. А ты уже сделал все, что мог. Теперь я буду. Действительно. Так, сначала мы оттрем тебе пальцы на руках, а потом на ногах. Потом. Хатал, это Арман вас оказал. У-у-у. Вот, блин. Ну, че ты торопишься? Куда ты торопишься? Никакой интриги не оставь. Я должен был тебя там немножко помучать, поиздеваться. А ты взял и весь кайф обломал. Вот раньше все было подробно. Чтобы информацию выпутать, нужно было как-то, блин, кайфом, где там, пытать. Через семью там дают. А че сейчас? Одни тряпки пошли. Лишь бы все сказать ей. Отвести от себя. Ну, рассказывай. Какая нахрень еще Арман? Арман, который с Саэтом и Талгатом двигался. Ты че мне лапши вешаешь? Не вижу. Они сейчас сидят? Талгат сидит. Арман вышел. Холочек он, блин. Ничего себе, Павру. А, блин. Ну, бразильский сидел, я вот так вот. Арман, Талгата. Да-да-да, субтитры. Ну, где же он сейчас? Вон, да, влюбим. Ну, давай, блин, с ним сон. Короче. Так. Бери эту тварь. Вместе с Арманом привези обратно. Так, потом не убивайте, он еще живым уже. Ясно? Давай. Все, добираем. Ну, что сказать, да? Продлил себе жизнь? Да. На пару дней, может быть. А там, глядишь, все может произойти. Ну, давай, только не пропадай в этой серии. Ничего себе. Тебя памятная, Тарма, а? А я тебя еще и на зоне простил. И не запетушил как твою Талгу. Какая медсестра? Да уж, Талга твоя сейчас. Измирка мне давление. Да, слава себе. Да, слава себе. С измирнистом, что ли? Достается. Что там? Общался с директором. И что? Привет передал. Спокойно. Без проблем. Без проблем. Ты давай, передай. Надо будет сам свои вопросы решить. Понятно? Все. Самое главное, книги передала? Жендемант тебе книги должна была передать. Не знаю, никакие книги, но деньги передал. Тупой. Не, а деньги и мясо. Жендемант. 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 Здесь марки материн. Я же сказал, не при... Ай, блядь. Шеф, можно, да? Не, ну таких не бывает, по-моему, что это вообще жесть. Ну, по поводу вчерашнего разговора, помните, по поводу красной линии? И че? Ну, там этот, застройщик с вами переговорить хочет. Ну, сам разговаривать обязательно, я что ли должен? Не, ну я бы переговорил, только там этот, ваше присутствие требуется. Не, там серьезный разговор, шеф, ну, помимо. Не надо этого делать больше. Ага. Ну, давай там, через пару часиков встретимся. Ага. А где сказать? В кафе где-нибудь организовать. Все, хорошо. Шеф, а на шеверинге... Аузун, жапша, жапша, аузун, да. А сейчас шапша, блядь. Пожалуйста. Я еще шеф. Тупой, потому что ты. Выйди и ты тоже дал выходить. Шеф, а я че сделал? Ничего не сделал, блядь, это мой кабинет. Закопывание просто, варить. Все, хорошо. Какая-то причина нужна, что ли? Блин, блядь. Из-за тебя, говорит. Задовки какие-то окружательные. Вообще капитальные. Какого черта. А вот этот кадр я где-то видел. По-моему, в том же трейле. Сейчас так повернется. Загадочный. У нее еще сын депутат. Да, да, да. Он депутат, мастихат, бюджет защищать будем. Они объединятся, знаешь, что будет? Капец нам будет. Ну, я не знаю, какого наслышанного. Вообще-то у меня приволчили. Мы с кем-то скупаем. Книги. Они тоже, конечно, беспалевные, да? Такие его... Дети. Арманчик. Алло, Калайс? Может, встретимся, поговорим? О, Зике. Даже не думал, что ты мне позвонишь. Да, да, да. Что случилось? Да, в принципе, ничего не случилось. Акимом хочешь стать, да? Ну, после прошлой серии-то. Арман же ему предложил. Что ты еще про него можешь рассказать? Про кого? Тебе что, там голову отбили? Про Саято, конечно. А что про эту суку хитрожокую рассказывать? Двуличный. Постоянно ходил, переобувался. Так, короче, те люди, которым мы вместе все пообещали, на нас давить начали. А Саято похрен, он же красавчик. Ну, вот нас и закрыли из-за этого. А ты как отмазался? Да никак. Зрешь. На мне же не было ни хрена. Все печати, договора, документы. Все же наталки там. Вот он и сидит, бедолага. А Саято, сука, он свободен. А его же антикормят еще. А вот этот момент я не понял. Че? До сих пор еще правил? А, он же заходил к нему. Не знаю. Вроде да. Вроде нет. Кто его знает, может. Может и двигается технично. Да это он. Так. Почву прощупывай, связи налаживай. Он потом так же будет воровать по черному. Как в Чапаевском. Слышь, Арман. Ты можешь дать мне? Весь расклад, как вся эта тема делается. Кхе-кхе. 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 Ты че, зарабатывать решил, а? Да нет. Просто узнаю, как все это делается. И хлопну, да? И кислород ему перекрою. На этой гниде я сам кислород перекрою. Так че, расскажешь, нет? И здесь же надо в другое место отъехать. Баньку, например. Баньку, да? С видеокамерами, да? И проблем. Да нет. Что-нибудь еще делаете? Пошли. Он нас встретил. Сказал. Ребята, это не проблема. Решим то, сё. Кому надо уже дали. Вроде бы все, договорились. У нас даже на руках паспорт объекта есть. И? Ну, и теперь этот городской акимат нам мозги жует. Видимо, тот таким тупо на уровне района решил, а с городским акиматом так и не решил. А мы-то здание построили. А теперь они говорят, сносите. Ребята, они не здание сносят, они вас сносят. Вы с городом разговаривали? Красиво. Пробовали. Да он вообще вот, когда решают дела, вообще другое что. Так себе. Ну ладно, все понятно. Реальный хамелеон, блин. Это все ясно. Смотрите. А же понимаете? Это Казахстан. Здесь нерешаемых проблем не бывает. Просто надо подумать. Да, да, да. Помогайте мне. Поэтому... Помогайте мне думать. Хорошо. А сколько думать? Это от вас зависит. Смотря как я буду быстро думать. Поэтому помогайте мне думать. Саки, может тогда коньячку самого хорошего, дорогого? Коньяк, сосуды расширяет... Давай желтым дома, желтым дома. Сын думай. Ну если дорогой коньяк, в принципе, можно по 100 граммчику. Но... Это не я должен думать, а вы думаете. А я вам буду просто помогать. Все хорошо, понял. Сейчас организую. Про донер Балама. Сука, донер. Не надо просто коньяк принеси и все. Все хорошо. Такого уровня переговора, да. Доль. Как ты, брат? Что-то дозвониться до тебя не могу. Алейкум ассалам. Как? А, сейчас включу. А, сейчас. Кто там был? Ази, ази, ази. О, ассаламу алейкум ази, кей. Еще раз. Халайсин? Алейкум ассалам. Жас, брат, как сам? Слушай, а я по поводу того вопроса решить можно? Да, ази, кей, я помогу. Только для этого мне нужно ватраулить. Зачем ватраулить? Ну мне нужно 3000 километров, понимаешь? А, все, все, понял. Там три ноля, давай. Все, 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 я понял. Слушай, а может хотя бы через Ахтёве полетим? Не, брат, такие вопросы только через Атрау решаются. Ну, может хотя бы, ну, не знаю, давай на поезде, на самолете же, блин. Дорого же, брат. Нет, айдах, поезд, че, на поезде дольше, больше. Там еще, проводникам, чай, май, на станциях останавливаться. Я могу устать, понимаешь, и день в саршагане выскочить. Все, понял, ази, кей, 3000, так 3000. На связи тогда, брат. Нормально, да, так, завуалировано, буквально вся схема сейчас была. Ну, наркоманы так же общаются. За эту тему не знаю. Мне тоже говорили. Интересно, донер принесли? Интересно, донер принесли? Я вот уже думаю. Сколько? Может, пропустели? Ох уж. И мысли у вас, дорогие, Исакен. Вы-то думали как-то попроще будет? По сути, у нас разрешение есть же? Слушай, если у вас есть разрешение, чего сами не решайте? Нахрена вы ко мне звоните? А? Что, на базаре находитесь, что ли, торговаться со мной? Не забывайте, где ваш объект находит. Ваше здание у меня на районе находит. Хрен я вам что-то попишу. Понятно? Я вам так кислород перекрою. Охренеть. Навстречу меня тут зовете. Сами решайте это. А что там думаешь? Не, ну как изименка. Такая, знаешь. И что теперь? Тут помощница. По-другому будем решать. Как? В обход. Как и писать, да? Я узнаю эти декорации. Вы еще счет закрыли там. Декорации. Я думаю, джаз бояпусин, просто сумму напиши и все. Предприниматели вы хитрые. Сперва незаконно строите. Потом идете общаться, хотите по дешевке вопрос закрыть. А как вам там заряжают, вы сразу жалуетесь. Все знают. Ну. Вообще-то я там садик строю. Для народа. Помощь государству за свой счет. Просто строители накосячили, чуть-чуть не туда залезли. И все. И построили дом. А государство наоборот, нам должно помогать. Ладно, ладно. Что там, дописал? Да. Все, подпиши. Черт, канцелярию зарегистрируй. Что-то давно нам не показывают главного антикорщика. 10 миллионов это не дорого? Нет, конечно. Ты что, не знаешь что ли? У этих дофига же денег. Ну там же это детсад. Это детсады. С квартир, в истории сауна, как всегда. Это проститутка? Что? Вот она. Садик, да? С проституткой? Шеф, вот от души. Самая дорогая проститутка ворвала, самая дорогая. Рядом с вами не станете, да? Что-то я... Не буду. Не буду. Ты что, мне с проститутками сравниваешь? Нет, сори, шеф, я имел в виду... Вадим просто угорает в тихаря. Клоун, блин. Вот в отделу тоже, они же вообще много чего знают. Да. Тоже первый претендент, как говорится, на вылеты, если что. Хайтемс, кто-то уже заявление написал. Что там в шефке звон дан дан дан? Секретарша, если не деватор? Секретарша говорит, утром пришел, потом уехал, звоню, оба телефона отмечены. А что там вы сейчас, серьезно, что ли? Ну да, там прям прямая взятка вы. Слушай, короче. Ох, сейчас ошибку, наверное, сделают. У этого застройщика все разрешения имеются. Только вон чуток на красную линию будешь. Обломать могут операцию? И представляешь, это занят? Если начать сейчас как-то раздувать. По слову действую, да? Десять лямов попросил. Если мы его заявление сейчас на рассмотрение оставим. И знаешь, потом бузгисту из Галет, почему сразу не действовали? Ничего он теперь хочет. Говорит, чтоб мы его с паричным взяли. Вечером поедет к нему, хочет вечерное купюру ему дать. Да. Давай шефа дождемте. Вот, вот. Правильное решение. Шефа дождемте. Если его заявление сейчас не примем, ты же знаешь потом. Потом прокуратура вмешается. Зачем нам этот кипич нужен? Давай сейчас отработаем, а дальше посмотрим, что будет. Этот застройщик по-любому вонять будет. А им-то надо не сама отлично, а более этого, верхушку. Ты хочешь, нигде злиться будет. Мы же не просто так его берем. У нас заявление на руках. Если ты переживаешь, давай я под свою ответственность это возьму. Давай только без шума это сделай. Судя по этой музыке на заднем ходе. Да, вообще нет. И до этого, как бы, я думал. Все, понял. Тогда давай. Ну да. Это затравочка, да? Чтобы мы посмотрели следующую серию. С нетерпением, как говорится, вы ждали. Кстати, не показали даже. Да. Ни одной рекламы не было. И типа, что в следующей серии будет? А, это только в YouTube показывается? Это, скорее, в YouTube, да, эти... Да, и рекламы... Вообще, просто, как говорится, все для нас сегодня, ребят. Так, ну, пишите комментарии, ребят, что вы думаете-то? Вообще, основная мысль и то, что мы в самом начале проговорили, это, конечно же, трансформация Сая Саматыча и Азамат. Да, уже начал тоже по-своему двигаться. Вот, уже он встретился с Арманом. А, как мы помним, в предыдущей серии Арман ему вообще предложил, не хотел ли бы ты стать в будущем сам Акимом этого района. Так что, я думаю, как-то дальше больше в этом направлении Арман будет двигаться. Ну, они сейчас сменятся, так мне кажется. Ну, да. Только, что будет с Саяц Саматыча, может его, ну, как бы вообще подвинут, да? Ну, вот, опять же, да, вот, по тем последним словам, что я сказал, пока шла серия, то, что сейчас они в следующей серии, скорее всего, попытаются взять Саяц Саматыча. Его возьмут, но главного-то они… Тем самым обломают всё. И под каким-то предлогом, возможно, Саяц Саматыча отпустят. Потому что это мелкая рыба, им нужна более крупная. Я вот не помню, как того старичка зовут, с кем постоянно Саяц Саматыч встречался. Рез, по-моему. Да, что-то такое. Всё-таки это основная цель. И, кстати, нам вот тоже, да, в начале серии дали затравку в плане того, что секретарша показали… Ну, не просто так это всё. Да, это тоже, наверное, на следующей серии, как бы, удочку забросили. Да, он тут такие вопросики какие-то задал. Вопрос, в какой организации он? Да. Вот. Типа, антикоровцев мы вроде всех видели, его там вроде не было. Может, он в городском окемате? Нет, может быть, тот же самый КНБшник, в конце концов. Да. Потому что по первому сезону, да и по второму, периодически вот это вот КНБ везде мелькает. Ну да. Организация эта фраза. Пока фиг знает. Да. Ну что, но Винти уже говорил такие вопросы там наводящие типа мутки, не мутки. Вот. Азамат, конечно, вообще мне жалко его бывает в эти моменты, когда как с говном разговаривает с Одесси. Такое ощущение, что он прям вот разочаровывается из серии в серию. И вот сегодня он окончательно разочаровался и всё понял. Он же ведь, блин, я вообще так радовался, когда, ну, что Саид Саматович стал таким хорошим, короче. И этот начал вместе с ним двигаться как-то и удивлялся, что он такой хороший. Ну да, да. А сейчас-то в итоге всё возвращается к тому же. Знаешь, что я хочу сказать? Ну да. Мы в этом сезоне видим движуху Саид Саматовича, как всё это поискало. Мы не видели это в первом сезоне. Да, но в первом сезоне нам его сразу таким показали, как он есть. Да, мы не видели, какой он есть на самом деле, как он решает дела. И вот когда он там как раз разговаривал, я думаю, блин, я же, по сути, первый раз вижу вот это всё. То есть, все вот эти схемы, не схемы, тогда же не было. Они там что-то просто бухали, что-то это там. Ну да. Тендер, не тендеры. И потом его... Так это всё не показывали подробно и конкретно. Да. И вот здесь... Как здесь. Это вообще очень круто. Глупый, дурацкий момент вообще вот с этим. Да, ну, блин. Блин, с этой передачей денег, ну, камон. Ну, наверное, такого в жизни не бывает, да. Наверное, это, конечно, было немножко так снято в угоду того, чтобы нам показали, что Азамат это всё увидел. И всё, вот он прям сто процентов убедился в этом. И тут, чтобы не было каких-то там двояких мнений, тут всё. И круто ложанулся Саят Саматович. Да. То, что он сказал про сына. Сын депутата, а у неё три дочки, да? Да. Вроде бы она сказала. Но, опять же, он же знал, что она придёт. Кто он? Саят Саматович. Он сказал Жуку, что, типа, сейчас придёт директриса. Это же Акимат. Ну, типа, пересечься, да? Ну, да. Но, наверное, просто он не рассчитывал, что они как-то там... А, погоди. Потому что... Знаешь, почему? Потому что в предыдущих сериях, когда Азамат пытался устроить своих детей к этой директрисе, по-моему, всё это проходило вообще без Саята Саматовича. Это, то есть, была отдельная линия сюжетная с Азаматом. И поэтому Саят Саматович даже не знал, что они знакомы, что они как-то где-то пересекались. Нет, он же знал то, что он и душит там, ходил туда, по-моему. Что-то такое было, по-моему. Короче, он же лоханулся. Да, да, да. С Аким. Блин, и опять, да, вот Канат Ага, да, опять его чуть-чуть показали, такой, типа экшончик. Это нам готовят, да. Блин, ну мало, мало. По-чуть, по-чуть. По-чуть, по-чуть. Охота его больше. Да, согласен. В первой серии, в первом сезоне его много было. Вообще. Он там реально двигался. Какие-то дела мутил, а здесь как-то... Да, но тут уже не о нем. Он тут уже как бы отошел на задний план. Да, да. Подвижуха как раз таки вот в верхушках этих. В Акиматах, да, что называется. Да, классно, короче, то, что все-таки этого поймали. То, что этот дал знать про Арманчика. И немножко подробности узнали, то, что этот его тоже, ну, благодаря кому его не притушили вообще. Да, 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 да. Опять же, Канат Ага. Ну, повязку, я думаю, пора уже снять. Ну да, уже как-то все это... Сколько он там валяется. Тем более, такая рана, да, которая не привела к смерти. Значит, там, ну, явно, реально, как бы, касание. Там, да, также, по-моему, говорили касание чисто. Ну, блин, он еще, знаешь, вот этот... Его помощник бывший. Целый, невредимый. Ну да. Если посмотреть... Мне кажется... Мало его порихтовали, даже глаза не заплыли. Измусолить можно было. Блин, вот эти вот моменты, да, комедийные. Как ты говоришь, с жуком. Ну, блин. Да, есть такой момент, когда действительно смешно, и ты просто, ну, поражаешься, блин. Ну, как такое возможно? Ну, иногда прям тупит жестко. Да. Что по-лаху ему прописать хочется. Иногда, вот, ну, вообще мне не нравится. Иногда, да, прикольно, смешно бывает. Так, Азамат, мне кажется, вообще, сейчас начнет дела тоже мтить. Как бы он... Я вот не знаю даже... Как бы он не разочаровался вообще вот в этой всей системе. И, типа, знаешь... Да нет, он архиереет со всей этой системы. Ну, как бы он не стал бы так же двигаться, как они. Думаешь, все-таки он, как сказать, на светлой стороне? Да. Блин, ну... Вот это вообще, мне кажется, сто пуду. Просто, я так понимаю, да, он попросил рассказать ему все схемы, и он сейчас будет жестко ставить палки в колеса, да, Саэт Саматовичу, а тот, скорее всего, будет не понимать, что происходит. И как-то, видать, ну, возможно, на этом будет строиться следующая серия. И может, он даже ему и поможет этим самым, прикинь. Саэт Саматовичу. Избежать антикора и все эти... Блин, невольно, да? Прикинь. Да. Вот если так додумывать... И в конце, да? Что-то типа того. А если бы я не начал это делать, ты бы уже сидел. Ну, я так вот примерно вижу этот разговор, да, в конце. Ну, очень интересная зона. Как бы вообще все к себе располагают, за всех переживать буду. Да. Сто пудово. Так. Армантик, Банька, все дела, тут все понятно. Банька, парилка. Этот диалог тоже. Давай этот, найдем момент, может, где они там... Классный шифр был. А, вот он. Да. Круто. Этот. Ну, тоже знакомая тема, но просто прикольно. И самое главное, да, антикорщики все это знают. Сейчас. Да, слушай. Ну, ты что-то слышишь? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. Кринбэшники. Кринбэшники знают все эти схемы. Он прямо и проговорил, да? Не, антикорты, наверное. А, да. Антикорщики знают все эти схемы. Он и сказал, да, попытались сами в красную зону залезли, вас прижали, пришли поговорить, там зарядили, и теперь вы идете к нам. Ну, то есть это понятно, как бы, это не первый, наверное, такой случай, не последний. Ну, конечно. Все это проработано. Уже к предыдущему так и ловили, тоже сажали. Скорее всего. Все знают они, да, но они вот, опять же, просто охотятся на... Ну, да. Крупная рыба. Это мелкая сошка. На смену этому саяцаматущику придет другой такой же саяцаматущик. Да, тот-то останется вместе. Да, который непосредственно все это и рулит. И вот они все испортят. Ну, блин, а? То есть, как бы, вот они именно эту верхушку, да, как бы, ну, типа, подобьют фундамент. По сути дела, саяцаматущик – это фундамент того, ну, как бы, кто наверху. То есть, как бы, срубят фундамент и... Да, опять же, даже если брать того, то это тоже отстегивает там тем, кто еще... Наверное, да. В руководстве, возможно, там страны, чисто теоретически. Нам, конечно, про это здесь ничего не говорят, но... Это же мне говорили, говорили. Говорили. В сауне тоже они обсуждали когда-то. По-моему, в сауне-то было то, что, ну, короче, надо туда собрать, да, то, что он саяца, типа, выше двинет и так далее и тому подобное, короче, такое было. Ну, и сейчас, абсолютно не относясь к сериалу, хочу сказать, по просмотру всех других сериалов Казахстана и фильмов тех же самых, и все это начинается со школы. Когда щемят щеглов, с них собирают, потом это старшикам и так далее. И вот она показана, это вообще вертикаль. Буквально, там, с юных лет, да, там, с первых классов и до верхушки руководства. Сначала вы можете увидеть сериал его мир, как все происходит. Да, действительно. Дальше в царке. Так, ну что? Думаю, по этой серии все или еще есть что сказать? Да. Ну, просто сказать то, что это очень классный сериал. Да. В очередной раз говорю, и сейчас хотел бы сказать то, что здесь нет ни стрельбы, ни драк, ни погонь, но это чисто, наверное, если можно, это как-то будет пафосно звучит, но это интеллектуальный сериал, здесь надо думать. Как бы вот эти все схемы, ну и просто интересно. Круто снято, сценаристы, режиссерская работа, все на высшем уровне. Очень круто, интересно смотреть. Сценариста Хаке. В курсе? Непосредственно он написал сценарий. Нифига себе. Блин, ну сейчас, смотри, я просто иногда поглядываю... Титры. Сценарист. Нет. Что я мамам? А, автор сценария. Ну, он автор как бы. Но он, как бы все равно... Он может быть концепцию выстроил, да, допустим. А тут еще просто есть сценаристы, которые... Ну и 532 тоже так же. Ну, не один человек. Да, наверное. Вот. И этот режиссер постановщик тоже ужасно. Бай. Очень крутые есть моменты. Вот опять же, эти переходы даже по диалогу. То, что вопрос... Когда глаза Армана... Да. Или вопрос там в одной сцене и в следующем кадре уже отвечают на этот вопрос там. Да. Глаза Армана и тут же и две чашки кофе, да, и там серьезный разговор идет. Ваще респект всей команде. И вообще... И бас продакшн, Миссалем, социал медиа. Очень круто. Супер контент вот есть, честно. Спасибо. Рахмет, ребята. Просто от души Рахмет. И вам спасибо за комментарии, что смотрите наши реакции. Для вас стараемся. Все. Да. Такую коллаборацию замутили. Я думаю, вы все это оценили. Не ожидал. Я вообще не ожидал. Я сейчас на самом. Вот. Поэтому все, пожалуйста. Да. Ребята, пишите комментарии. Все, что вы думаете по нашим словам, выводам. Пишите свое мнение, что вы думаете. Возможно, мы где-то ошиблись. Напишите ваше видение, опять же, в комментариях. Не забывайте ставить лайки в конце видео. И, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Канал Чигиряута, канал Каштанов Реакшн. Все, давайте, ребята. Всем пока. Удачи. Спасибо всем за внимание. Всех люблю. Целую. Обнимаю.